МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии праздничный выпуск. Сегодня наш канал отмечает свой третий день рождения. О том, как мы вставали на ноги, росли, чего успели добиться, расскажем прямо сейчас. Сегодня, отбросив ложную скромность, мы будем говорить о себе. Точнее, о том, какой след в истории Чувашии оставил за три года наш телеканал. Многие замечают, что в последние годы время словно бы ускорило ход, а для кого-то прямо-таки пустилось в скач. Вот и мы, готовясь к трехлетию, вдруг осознали, сколько всего успели за это время. Не верите? Смотрите. Решение о создании национальной телерадиокомпании Чувашия правительство республики приняло в декабре 2010 года. Символично, что организационный период длился 9 месяцев. И 10 октября 2011 года мы родились. Очень рад за вас. Несколько дней вещания в тестовом режиме, и с 16 октября в эфир стали выходить ежедневные новости на чувашском и русском языках. Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. А потом понеслось. Первые программы, что примечательно, до сих пор не потеряли своей актуальности. Вот, к примеру, Элтон Щупщерень из «Золотой ладца», в которой подробно, обстоятельно и очень интересно рассказывается о чувашской культуре и традициях обрядах. Или программы «Знакомые лица». Знакомиться всегда интересно, а со старыми знакомыми интересно вдвойне. Николай Федорович, говорят, что на вашей родине существует такая легенда, может быть, миф о том, что вас родители назвали Николаем в честь летчика-космонавта Андрияна Николаева. Вот это действительно так? Или это уже земляки просто придумали? Николаев, Николай, космонавт Николаев. Ну, наверное, это миф, потому что я родился за три года до полета Андрияна Григорьевича Николаева в космос. А вот еще программа «Деловая Чувашия». Можно сказать, что именно она внесла весомый вклад в формирование института, уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике. Ольга Григорьева, автор программы на протяжении двух лет, теперь помощник делового омбудсмена Владимира Иванова. Программа прибавлялась каждым месяцем, о чем только не рассказали и куда только не заглянули наши любознательные журналисты и не менее любознательные операторы. За три года телеканал обзавелся друзьями и партнерами. Сегодня многие из них заглянули в нашу студию. Хочу вас от души поздравить с вашим юбилеем, таким, я бы сказал, начальным юбилеем. Мы с вами, если честно, то находимся одинаково во младенческом возрасте, потому что и институту уполномоченного по правам человека в нашей республике тоже исполняется в этом году всего лишь два года. Но, несомненно, что касается вашей телерадиокомпании, то можно смело сказать, что она заметно, даже, я бы так сказал, благоприятно выглядит среди других средств массовой информации, которые вещают и показывают в нашей республике. Действительно, вас отличает профессионализм, в первую очередь. Тот кадровый подбор работников вашей компании, которые мы имеем честь наблюдать на телевидении, всегда корректны, симпатичны, улыбчивы. Это тоже многое значит в нашей повседневной жизни. И поэтому, что бы хотелось вам пожелать в первую очередь? В первую очередь, вам хочется мне пожелать, как человеку, стоящему на защите прав граждан нашей республики, чтобы вы больше отмечали в своей деятельности социальную конкретность, адресность, чтобы больше показывали программ, касающихся благородных поступков отдельных наших людей, жителей нашей республики, которые по зову сердцу, не в силу своего профессионального долга, а вот именно по зову сердцу, души, занимаются отстаиванием прав граждан, помогают решить те или иные судьбоносные для них в жизни вопросы. Ну, а в целом, конечно, вам творческих успехов, большей открытости, большей критичности в подаче материала. И самое главное, что продолжайте также держать руку на пульсе социальной жизни нашей республики, освещайте злободневные темы. И я думаю, что мы в тесном взаимодействии с вами решим многие проблемы, которые ставятся на сегодня на злобу дня. Удачи вам, профессиональных успехов! Мне очень приятно присутствовать при трехлетии национального телевидения. Дело в том, что торгово-промышленная палата была свидетелем рождения национального телевидения. И мне очень понятны те организационные хлопоты, да вообще выбор технических решений. И много чего нужно решать при рождении такого серьезного мероприятия, такого серьезного проекта, как национальное телевидение. И по истечении трех лет очень приятно наблюдать за тем, как профессионально вы работаете, какое у вас оборудование, какой коллектив, какие проекты. Мне это еще более понятно, потому что у торгово-промышленной палаты с национальным телевидением традиционно действует несколько проектов, и мы являемся постоянным участником различных передач. Не могу не отметить такой проект, как «Покупай продукцию чувашских производителей». Я очень надеюсь на помощь национального телевидения, в продвижении интересов наших производителей на различные рынки и, конечно, на рост популярности наших производителей среди населения республики. Спасибо вам. Я хочу коллектив поздравить с такой знаменательной датой. Три года – это, с одной стороны, много, с другой стороны, это совсем как один миг. Самое главное, что руководство национальной телерадиокомпании за эти три года смогло создать профессиональный собрать коллектив и собрать такую классную производственную базу. И телевидение в Чувашии с открытием Чувашской национальной радиокомпании вышло на совершенно другой технологический уровень. У нас стали летать камеры, у нас стали в какие-то небеса забираться операторы. В нужный момент всегда операторы оказываются то в Москве, то в Сочи, то в других регионах. То есть вы там, где необходимо, и самое главное, вы там, откуда информация будет интересна зрителям. И самое главное, вы для зрителей стали очень полезными. О жизни города, о жизни республики, самую последнюю, самую свежую и самую жареную, бывает, информацию, мы узнаем именно из Чувашской национальной телерадиокомпании. Что касается нашего с вами взаимодействия, мы в первую очередь обращаемся к вам, когда хотим рассказать что-то интересное предпринимателям, что-то новое в законодательстве, что-то новое в приемах защиты своих прав. Мы обращаемся к вам, чтобы рассказать о своей работе, и чтобы самое главное, большее количество людей и большее количество предпринимателей услышало об этом, зная о том, что у вас очень хорошая, большая аудитория. Что можно пожелать? Пожелать можно, самое главное, наверное, то, чтобы вы эту аудиторию наращивали, и самое главное, чтобы люди, которые вас смотрят, вам доверяли. Вот доверие – это самое важное, что есть в взаимоотношениях журналистов и вашей аудитории. На мой субъективный взгляд, именно создание национального телевидения Чувашия – это одно из наиболее значимых явлений в культурно-общественной жизни республики в постсоветский период. И поэтому хочется пожелать коллективу телерадиокомпании больших успехов, безграничного креатива, финансового благополучия и, самое главное, чтобы были успешно реализованы все ваши большие проекты. А в том, что касается взаимодействия, у нас за три года наработано очень много положительного. Любые выборы – это обязательно большая кампания, направленная на информирование избирателей о предстоящем дне голосования, о кандидатах. И здесь телевидение национальное оказывает нам очень большую помощь и поддержку. Еще один аспект – это работа, направленная на повышение политической и правовой культуры нашего населения. Цикл передач с руководителями политических партий, круглые столы, с общественно-политическими деятелями по различным темам, они очень интересны для телезрителей и несут огромную смысловую нагрузку именно в плане правового просвещения наших граждан. И кроме этого, нельзя не упомянуть о большой работе, которая проводится национальным телевидением Чувашия в части обеспечения равного доступа политических партий к телевизионному и радиоэфиру. В связи с принятием соответствующего закона Государственным Советом Чувашии эта работа осуществляется, и ежемесячно мы мониторим ситуацию и констатируем, что с каждым месяцем у нас партия получает все больше эфира, как на телевидении, так и на национальном радио Чувашии. Поздравляем национальную телерадиокомпанию, ее творческий коллектив с праздником. Желаем счастья, здоровья, успехов, благополучия. И всем нам вместе желаем успешных выборов. Национальное телевидение сегодня принимает поздравления не только от высокопоставленных лиц, но и от юных коллег и их наставников. Будущие журналисты поделились своими впечатлениями и пожеланиями. Я очень хочу поблагодарить редакторов, программного директора, самого директора, то, что они поднимают как бы национальный дух своим телеканалам и развивают нашу республику. Очень хотелось бы пожелать то, чтобы телеканалы могли смотреть во всех районах нашей республики, чтобы могли наслаждаться чувашским языком с экраном своих телевизоров. Я считаю, что национальное телевидение «Чуваши» сегодня делает все возможное, чтобы ее жители были образованными, просвещенными и шли в ногу со временем. Телевидение – это огромный коллектив, это коллективная работа. Поэтому хочется поблагодарить всех ведущих, журналистов, операторов и режиссеров. Спасибо вам, что делаете нашу жизнь ярче, краше и интереснее. Казалось бы, такой срок не очень большой, но за этот срок я могу сказать, потому что я часто смотрю передачи, что телевидение состоялось. Мне, как человеку зрелого возраста, очень хочется видеть передачи все-таки про молодежь. Как воспитать молодежь, чем занять молодежь, свободно от работы, время от учебы, время, чем они должны заниматься. Для меня это очень интересно, потому что у меня детей много, четверо. Три года – это уже значительная дата. За три года канал добился больших успехов. И я бы хотела поблагодарить даже этот канал, потому что все новости о спорте, образовании, политике, экономике и вообще все события, которые происходят в республике, я узнаю именно через этот канал. В честь дня рождения на национальном телевидении была организована специальная акция, где мы исполняли мечты телезрителей. В проекте «Три желания» мог принять участие любой желающий. Ведущей программой одновременно феей была Марина Рябцева. О том, как прошел этот проект и какие желания были исполнены, расскажем в следующем сюжете. В рамках этого проекта телезрители писали нам о своих мечтах. Заявки можно было оставить в официальной группе национальной телерадиокомпании «Чуваши ВКонтакте». Каких пожеланий только не было. Кто-то просил квартиру, кто-то айфон, телевизор. Мы решили исполнить те мечты, которые не были такими уж меркантильными. Очень трогательным нам показалось сообщение от Светланы. Девушка просила не для себя. Она хотела устроить праздник детям из социально-реабилитационного центра. Разве можно было ей в этом отказать? В рамках проекта «Три желания. 15 детей» из социально-реабилитационного центра в этот день посетили развлекательный центр. Каждому из них раздали карточки, где лежало по 500 рублей. И ребята помчались к игровым автоматам. Особенно мне понравилось водой стрелять и мячики кидать. Здесь круто. Мне понравились все эти автоматы. На них очень интересно было играть. И особенно мне эта игра понравилась. Игровые автоматы были не единственным развлечением для детей. На этом празднике свое шоу показали так называемые сумасшедшие профессора. Праздник продолжился чаепитием. Ребят угощали печеньями, пирожными. А на прощание подарили им сувениры и сладости. Второе желание, которое национальное телевидение исполнило в рамках данной акции, это просьба Алексея. Молодой человек очень хотел устроить незабываемые свидания для своей супруги. В семье Ивановых четверо детей. И чтобы хранительницу домашнего очага, Светлану, как-то отвлечь от бытовых проблем, было решено устроить просто улетный вечер. На двух самолетах семейная пара поднялась в небо. Полет замечательный. Небо, прям солнце светит. И дали порулить. Вот прям сама рулила. Вообще в восторге. После приземления свидание супружеской пары продолжилось в самой, что ни на есть, романтической обстановке. Ну и третье желание, которое было исполнено по заявкам телезрителей. Это мечта Екатерины Даниловой. Девушка очень хотела попробовать себя в роли ведущей. Ну что же, нет ничего невозможного. Для начала над Катей поработал гример. Это необходимое мероприятие перед съемкой. Теперь идем в студию. Екатерину мы будем записывать на рирпроекции. Затем на монтаже зеленый цвет будет заменен на нужный фон. Кстати, в данном случае на ведущем не должно быть зеленой одежды. Иначе она тоже вырежется. Заучивать текст наизусть не обязательно. Его можно прочитать по телесуфлеру. Специальному устройству, на экране которого отражаются буквы. А за самим экраном спрятана камера. И все же перед записью необходимо несколько раз вслух прочитать текст, чтобы потом не сбиваться. Посмотрим, как Екатерина справится со своей первой съемкой. Здравствуйте, с вами Екатерина Данилова. Я участница проекта «Три желания». Сбылась моя мечта. Я пробую себя в роли ведущей в национальном телевидении. Теперь над этим видео поработает режиссер монтажа. Как мы и говорили, зеленый фон меняется на нужную картинку. И вот через несколько минут ролик с прогнозом погоды готов. Как мы и обещали, мы исполнили три желания наших телезрителей. Напомню, что эта акция была организована в честь дня рождения национального телевидения. С этим праздником я поздравляю всех сотрудников телеканала. И, конечно же, наших телезрителей. Смотрите национальное телевидение. До встречи. Ну, а поздравления в праздничный день поступают и из других городов. От тех, кто не смог приехать лично, но и остаться в стороне от нашего праздника тоже не смог. Ну, во-первых, конечно, хотелось бы поздравить НАТО СТВ с таким праздником. Все-таки годовщина. И я считаю, что еще должно быть много-много успешных счастливых лет развития компании. И я уверена, что все у вас получится. И все, чем я со своей стороны могу помочь, все, чем со своей стороны может помочь депутатский корпус, всегда рядом. И, конечно, мне кажется, что и жители Республики рады, что есть национальное телевидение, которое очень успешно развивается. И я знаю, что с удовольствием люди смотрят. И я, когда бываю в Чувашии, всегда включаю, всегда вижу и новости, всегда очень интересно смотреть и интересные программы. Поэтому я очень рада, что компания успешно развивается. Поэтому я желаю многих-многих долгих-долгих лет жизни, успешного развития и радостных глаз телезрителей. Уважаемые коллеги, всей души поздравляю вас с юбилеем со дня создания национального телевидения Чувашии. Это было событием для Республики и для ее жителей, поскольку есть возможность ежедневно получать наиболее свежую информацию о событиях в общественно-политической жизни, интересных и фазных фактах, которые сегодня волнуют жители Чувашии. За активное освещение деятельности национальное телевидение Чувашии уже получило оценку. В декабре 2013 года вам, коллеги, объявлена благодарность председателя Совета Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации. За активное всестороннее объективное освещение деятельности законодательных органов власти, как на федеральном, так и на региональном уровне. Поэтому в этот день сегодня хотелось пожелать всем работникам компании совершенствование дальнейшего профессионального мастерства, творческого вдохновения, воплощение новых идей и проектов здоровья и благополучия. Сайт национальной телерадиокомпании появился немного позднее, чем сама компания. Но только за 2013 год он набрал более полумиллиона просмотров. А в 2014-м эта планка пройдена всего за 8 месяцев. В основном посетители просматривают программу передач и архив программ собственного производства, а также страницу онлайн-вещания. Большой отклик в интернете находят реалити-шоу. Они лидируют по количеству просмотров и комментариев в социальных сетях. Это музыкальное шоу «Ротация», «Зачетные студентки», «Модная свадьба». Информационно-аналитические и социальные программы тоже могут похвастать своими рейтингами. Особой любовью зрителей пользуются ток-шоу «Щапла Пулдер», программы «Духовная жизнь», «Качество», «Один день с профессионалом», «Комфортный город», «След в истории», «Эх Юрам Янара», «Игровое шоу на Абум». И, конечно же, детские программы «Акелбупсер» и «Бухты-барахты». Согласно статистике, наш основной зритель – это мужчины и женщины от 18 до 34 лет, а также от 45 лет и старше. Они активно участвуют в жизни канала, оставляют свои отзывы на сайте в гостевой книге. Основной вопрос, который сегодня беспокоит аудиторию – когда же, наконец, национальное телевидение начнет транслироваться через спутники Триколор ТВ. Наши корреспонденты освещают события в столице Чувашии, районах и даже далеко за пределами республики. Съемочные группы выезжают в соседние регионы, Москву, Сочи, встречаются с известными людьми, которые теперь, в свою очередь, тоже знают о нас. Огромный привет и поздравление. Три года – это и много, и мало. За три года можно много чего успеть. У меня есть такое ощущение, что, судя по вашей съемочной группе, что вы успели много, что вы сделали много, работаете профессионально. Ну, в общем, всего хорошего. Я вас поздравляю, желаю дальнейших успехов и чтобы ваше телевидение только процветало. Я очень желаю, чтобы ваше телевидение и радовало, и жило дальше. Вы испытали 10 лет и 20, и когда-нибудь 100. Я надеюсь, что такие вот замечательные корреспонденты будут у вас всегда работать, а ваша информация, которую вы будете доносить до своих телезрителей, будет всегда интересна, актуальна и злободневна. Приехав в ваш город, я не могу не поздравить вас с днем рождения, национальную телевизионную компанию с трехлетием. Это срок. Сегодня три года, это дорогого стоит. Сегодня год за 10 вообще идет в наших ритмах, в нашем безумном темпе. И то, как вы развиваетесь, я смотрю, какая у вас техника, какие большие микрофоны, это уже свидетельство о том, что вы большие люди. Поэтому хотелось бы вам пожелать самое главное, что бы и себе пожелал. Аудитории, востребованности и рейтингов ваших программ, объективного освещения событий, конечно, честности. Это, наверное, сегодня самое главное, потому что в мире лжи, фальши, глоток свежего воздуха, которым является объективная СМИ, сегодня дорогого стоит. Будьте такими, и тогда все у вас получится. Детские программы – особая гордость телекомпании. Их в эфире национального телевидения больше, чем на каком-либо другом СМИ. И чем раньше человек познакомится с нашим телеканалом, тем больше постоянных зрителей у нас будет в будущем. О самых ярких передачах на НАДС-ТВ в сюжете автора детских программ Марии Шоклевой. Куча дублей и много смеха. Так всегда проходит запись детских программ национального телевидения «Чуваши». Их у нас три – «Пошептушки», «Акилбупсер» и «Бухты-барахты». «Пошептушки» – программа для самых юных зрителей. Смотреть ее рекомендуется перед сном и обязательно всей семьей. Ведущие подскажут, как придумать интересную сказку, какую поделку сделать вместе с Чиадом и как понятно объяснить непонятные вещи. По секрету, часто даже взрослые узнают из этой передачи много нового. Здравствуйте, дети! Девчонки, мальчишки! Ребят постарше развлекает волшебник дядюшка Бух. Мастер телепортации может переместить ведущих в любое место на Земле и познакомить с самыми талантливыми людьми «Чуваши». Здравствуйте! Год назад в нашем эфире появились детские новости. Перевертыш программы «Республика» – «Акилбупсер». Эта программа уже успела стать победителем фестиваля детского телевидения «Включайся». А значит, наши детские новости – лучшие в России. Жизнь у наших юнкоров кипит, как у взрослых. Ребята учатся основам журналистики в детской студии «Куча мала», ездят на фестивали, устраивают флешмобы и праздники. Ребята представляли работу Мининформполитики «Чуваши» на выставке «Регионы сотрудничества без границ», помогали делать зарядку со звездой на Красной площади, провели шуточный чемпионат по метанию портфелей «Ура! Каникулы». Мы ценим каждого человечка, который растет на наших глазах, и надеемся, что это взаимно. Поздравляем всех сотрудников НАЦ-ТВ, наших коллег с праздником. Лично мы гордимся тем, что работаем на этом телеканале, потому что он самый современный, познавательный, родной чувашский. Дорогие сотрудники Национального телевидения, желаем вам ярких проектов, много идей, и дарим подарок – пачку гвоздей. Пам! Спасибо, конечно, но гвозди-то нам зачем? А чтобы к стенке приколачивать все дипломы, грамоты, благодарности, которых, я уверен, накопилось уже очень много, и, я уверен, будет еще больше. Ведь я уверен, что сотрудники Национального телевидения работают на совесть. Национальное телевидение «Чуваший» старается учитывать интересы зрителей, и у каждого они разные. Мы оперативно рассказываем о главных событиях, происходящих в республике, говорим с вами по душам, играем в интеллектуальные игры, исполняем желания. А еще помогаем детям из детских домов и просто школьникам определиться с профессией. Практически с начала вещания наша компания вместе с волонтерами проводит благотворительную акцию, цель которой – помочь школьникам определиться с профессией. В программе «Один день с профессионалом» воспитанники детских домов и обычных школ знакомятся с различными профессиями. Где только не побывали ребята – и на промышленных предприятиях, и в частных фирмах, и в техникумах. С детства меня интересовали машины. Сначала я собирал лего. С недавних пор меня начали интересовать настоящие машины. После окончания школы я бы хотел стать автомехаником. Выбор профессии для школьника – важнейший момент в жизни. Именно от него зависит, как сложится его дальнейшая судьба. И те, кто в свое время сделали правильный выбор, обычно с удовольствием ходят на работу. Программа «Один день с профессионалом» знакомит старшеклассников со специалистами в самых различных областях и не только. Мы рассказываем и показываем детям, где можно получить ту или иную профессию. Организуем встречи с успешными выпускниками учебных заведений. Сложно ли работать на предприятии? Какими качествами должен был дать человек, чтобы хорошо работать? Сложность работы напрямую зависит от твоих знаний. Чем больше ты знаешь, тем лучше будет твоя работа. Сложности никакой работы нету, потому что тебе нужно следовать документации, которая там есть. И там все расписано. При этом у школьников появляется возможность не только увидеть весь процесс изнутри, но и потрогать своими руками оборудование, инструменты, задать интересующие вопросы настоящим профессионалам. В школе на урок физики я собирал подобные электрические цепи. Но на таком стенде я собираю впервые. По инструкции я собрал эту цепь, но не так быстро подсказки преподавателей мне помогли собрать ее быстрее. Допускаем отклонение, смотрим даже вот сюда. Вон, видишь, у нас там же стоит такой гиг, который демонстрирует и который подсказывает внутри 5 мм. То есть мы с тобой, в принципе, вложим технические требования к кладке. Молодцы! Для первого раза было тяжело, но если практиковаться, то довольно будет легче сделать. Интересная профессия строительства? Да, интересная, но мне понравилось. Благотворительную акцию национального телевидения Чувашия поддержало и Министерство образования Республики. В 2014 году программа «Один день с профессионалом» выходила уже при поддержке ведомства. Вместе с ребятами мы познакомились с профессией повара, инженера, доктора, швеи, журналиста, строителя, сварщика, монтажника радиоэлектронной аппаратуры. У участников нашей программы возникает меньше сомнений, куда поступать и кем быть во взрослой жизни. Профессия строителя мне очень нравится тем, что ты работаешь в команде, а не один. Знакомство с профессией, как говорится, без отрыва от производства, помогает многим школьникам определиться на месте. Мы обошли весь техникум, большинство мне понравилось, цехи, где работают молодые ребята. А еще больше мне понравилось сидеть за рулем и управлять машиной. После окончания школы я хочу вступить сюда. Мы обязательно продолжим этот проект, чтобы как можно больше молодых ребят нашли себя в профессии. Мобильная передвижная станция, рельсы для съемок, современный студийный комплекс. Национальное телевидение «Чуваши» сегодня обладает самым передовым оборудованием и активно осваивает пространство всемирной паутины. О том, что скрыто за кадром, но делает изображение качественнее и динамичнее. Сюжет Дмитрия Ковалева. Эту комнату принято называть не иначе, как святая святых всего телеканала. Именно отсюда каждый день выходят в эфир авторские передачи и выпуски новостей. Вокруг мониторы, пульты, а внутри этого шкафа коммутаторы и даже оборудование для прямых трансляций. Без такой техники не сможет обойтись ни один телевизионный канал. Но дело не только в аппаратуре. За работу нашего эфира отвечает вот такая компьютерная программа. Она помогает специалистам выстраивать вещательную сетку и с точностью до миллисекунд просчитывать время. Можно в процессе буквально реального времени, да, сделать, совершать какие-то, как-то редактировать это все, да, даже. Вот в прямом эфире тоже мы этим занимаемся. Накладывать какую-то строчку, баннер там, да, логотип. Вот. Далее можно в этой программе узнать технические характеристики какого-то ролика. Национальное телевидение освещает все крупные события, которые происходят в республике. Причем нередко делает это в прямом эфире. Съемки концертов – наш конек. Для того, чтобы на экране зрители увидели динамичный видеоряд, мы используем даже операторский кран. Вообще изображение на телевизионном языке, картинка нашего телеканала отличается от других. Сигнал передается в формате высокой четкости. Камеры, на которые снимаются сюжеты – это тоже последний писк телевизионной моды. На что только в разные годы не снимали телевизионные камеры, кассеты ВХС, БТКам, а уже потом на смену им пришли носители цифровых форматов Дивикам. Кто бы знал, что было, если бы на смену этим технологиям не пришло ничего другого. С нашими-то объемами работы. Отснятым на ленту материалом можно выложить расстояние от Чебоксар и до самой Москвы. Но у нас в архиве кассеты на полках не пылятся, ведь наши операторы используют в работе вот такие флешки. Снял материал и скопировал на жесткий диск. А ведь раньше, чтобы смотреть видеоряд, корреспонденты выстраивались в очереди по гнитофонам. За три года у телекомпании накопился огромный архив. Все сюжеты и передачи хранятся вот на таких серверах. На жесткие диски может поместиться более 50 терабайт, и они пополняются каждый день. Вообще режиссеры в монтаже используют самые продвинутые программы. На таких возможно воплотить любые задумки корреспондентов и даже создать 3D-эффекты. Что касается новостейных сюжетов, то порой приходится делать их с колес. Горячие новости в эфире. Это то, что надо. Если очень постараться, то можно сделать за буквально пару минут. Потому что бывают такие случаи, что у нас сюжеты горят, и мы быстро, чуть ли не на коленочках, пишется он и монтируется в считанные минуты. Потому что вот-вот должен выйти в прямой эфир. По работе также используем программу Adobe. Adobe это Photoshop, After Effects, и вообще пакет Adobe это незаимая вещь для сферы мультимедиа, потому что помогает во всем. То есть без этих программ просто никуда. Сейчас канал смотрят не только в республике, но и за рубежом. На сайте всегда доступна ссылка на прямой эфир. Национальное телевидение прочно обосновалось и в социальных сетях. Теперь наши странички стали полноценными информационными ресурсами. Количество подписчиков увеличивается каждые сутки. Ну, мы обычно выкладываем новостные сюжеты, и некоторые из них вызывают такие довольно бурные обсуждения, вот, комментарии. Некоторые сюжеты у нас на канале, на ютубе набирают очень много просмотров. Например, самый популярный сюжет это выставка Кулибин. Там, где был сюжет про то, как люди делают самодельные трактора, он набрал больше 200 тысяч просмотров. Но то ли еще будет. Техническая база телеканала продолжает совершенствоваться. А это значит, что зрители канала ждут новые открытия. Митрий Ковалев, Александр Петров, Республика. На этом праздничный выпуск завершается, но я не прощаюсь. Мы еще выйдем в эфир. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова